дорогие друзья посмотрите что у нас происходит уберите детей от экранов тут такое происходит я даже не ожидала что это будет так я такого еще не видела короче говоря это у нас шафранчик и фисташка все по плану фисташечку я подсаживала шафранчику будут некоторые кадры к нему в клетку и у нее по-видимому не было течки и как-то она сильно пищала и был момент даже когда он на нее нападал сейчас он просто и домогается и она очень даже не против так что официально объявляю что через три недели примерно через три недели сколько там вынашивают мышки сегодня 9 января 9 января я планировала спаривание но знакомила их заранее уже дней четыре или пять потому что ну хотела так чтобы девятому уже все получилось удивительно но все по плану сейчас посадила сюда шафранчика такой был шум не хотела снимать девки пищали он лез к ним в домик туда в шкатулочку и в конце концов он здесь находится у девочек где-то минут пять и вот такое вот они начали с фисташкой творить так что все очень даже по плану я хотела чтобы шафранчик именно с фисташкой имел первых деток потому что они оба сатинчики и я так понимаю что если они чистые сатинчики то у нас и будут в этом помете одни сатинчики сейчас я еще за ними послежу немножко минут десять чтоб шафранчик нечаянно нам не сделал больше детишек чем надо пока только с фисташкой пускай а дальше будет видно хотела я конечно чтоб конфетка с какао первые родили малышей и их тоже сейчас знакомлю но теперь конфетку с какао я сегодня саживать не буду потому что фисташка по идее сегодня забеременеет если все будет хорошо и я бы хотела чтобы не родили две девочки одновременно чтобы я четко могла понять чьи дети чьи то есть может быть через недельку я там конфетки конфетки забеременеть чтобы пусть дети будут в одном гнезде но они будут разного размера и будет понятно где чьи тогда спокойно так что вот такая вот радость если честно уже думала что у меня даже ничего не получится учитывая как я их знакомила как-то мне это не очень нравилось шафранчик доволен домой уже просишься ты свое дело сделал он поприставать успел сейчас ко всем просто получил от всех отказ но фисташечка видимо вот сегодня как раз уже готова потому что у мышек тоже наверно как у крыс течка примерно раз в четыре в пять дней вот мы и обнаружили этот день только я решила не ждать до вечера а попробовать сделать это днем он все девки девки против в шумом полез поломал хатки до зайки и это не на ту напал тихо семечко тишу нас тоже захотела или он случайно на тебя накинулся точно шафранчика тут оставлять не буду потому что потому что как я уже сказала у меня должна родить одна мышка за один раз ой что это было вроде бы не успел потому что он фисташечка просят еще ничего себе шафранчик да ты зверь да ты зверю зверю нет нет снасть все нормально семечко действительно горит семечко против сейчас еще пару раз пускаю с фисташкой каким займется делом и буду отсаживать потому что я зашла домой ненадолго нужно мне уходить по делам и вот мне как-то было скучно нужно было скоротать время скоротала пока на этом все или не все посмотрим еще разок это происходит ты что перепутал это конфетка перепутал семку с конфеткой конфетка явно против брыкается как заянька брыкается где твоя фисташка иди ищи фисташка не против фисташка очень даже за ничего себе никогда не видела как мыши это делают но это вообще не похоже ни на песчанок ни на хомяков ни на крыс потому что там я видела они это долго делают я думаю что так мышкой за один раз забеременеет сутки с мальчиком держать ее не стоит а как другие гоняют не мешайте говорит уединяться еще почему не хочу усадить к шафранчику фисташку потому что уже вчера посмотрела как это было ну то есть конфетка час сидела вместе с какао каталась там у него в колесе ну как бы у них там ничего не было она от какао отнекивалась и отмахивалась но когда я вернула ее сюда то семечко начала ее гонять после чего семечку отправила на две минуты какао она поняла где была конфетка и больше конфетки не трогала вела себя хорошо поэтому не хочу чтобы запах менялся пускай вот девочки на своей территории девочки вы тоже такое творите нифига себе я думаю что там происходит в общем как борька с вжиком в общем вы поняли девочки не не ванильку не трогай ванильку я вообще не хочу чтобы нарожала лезет в конфетки ну конечно с конфеткой ничего не будет мы уже поняли что у меня течки нету сейчас еще фисташечку разочек в общем у горжунов такое поведение считается нормальным когда девочка с девочкой мальчик с мальчиком это как бы естественно в принципе мне уже кажется что уже и конфетка завелась и по-моему надо поэтому шафранчика забирать и еще хочу сказать что я читала конечно про спаривание мышей и там было сказано что мальчика на территорию девочек лучше не садить потому что девочки будут его бить будет драка в очередной раз я все сделала по-своему и все получилось абсолютно нормально напористый шафранчик шафранчик как тигр охотиться теперь за каждой девочкой но теперь все мало фисташки потерял фисташку вон она сидит ждет тебя что ты пристал нашел наконец-то ну давайте еще разок и я пойду уже мне уже пора фисташки и фисташки маленькие разноцветные и у меня уже есть заказ я думаю что мы даже одними родами одними родами не выполним заказ поэтому конфетка в ближайшее время ну как я сказала где-то через недельку или дней через пять хотя бы буду проверять если хотя бы дней через пять она погуляет с какао то будет хорошо и пока всем желающим это даже без объявления это всем желающим кто уже стоит в очереди пока хватит это конфетка конфетка не гуляет шафранчик что-то перепутал он решил оплодотворить всех что ты прицепился к ней иди отсюда рыжик наглая рыжая морда голова кружится стольких девочек красивых ой и кнопочка бедная под раздачу попала и игрушки пищалки ничего себе все отсаживаю шафранчика пока на этом все еще раз скажу что когда у нас родила тири беременность не планировалась ее успели вот так вот штрикнуть всего один раз и мы ее забрали и у нас родилось 16 крысят поэтому я уверена что мышата получится что все будет хорошо поэтому шафранчика я уже буду забирать теперь точно буду забирать ну все всем пока вот так вот